Премьерные показы нового «Фольстаффа» Верди в Мариинском театре совпали с фестивалем «Звезды белых ночей». Петербургский театр взялся за последнюю оперу Верди, на склоне лет написавшего искрометную комедию. Как поставили в России саму нетипичную и вульгарную оперу итальянского композитора в материале «Ленты. Ру. Опера» самого известного в свое время композитора, но если только Вагнер мог в этом потягаться с итальянцем, создано по двум пьесам «Генрих IV» и «Виндзурские проказницы». Мэтр, которому было под 80, взял и утер, но с молодым да ранним, осуществив мечту жизни, написать комическую оперу, вторую по счету в его карьере, первая, ранняя и неудачная. После того, как я убил столько героев, у меня наконец-то есть право немного посмеяться, логика железная, правда. Вслед за многочисленными кровавыми мелодрамами типа «Сила судьбы», где слезы лились рекой, а злой рок подстерегал всех и вся, живой классик снова замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, но на этот раз не как на автора «Отелла» и «Макбета», а как на развлекателя английской королевы Елизаветы I, пожелавшей увидеть приключения сэра Джона Фальстаффа «Толстого рыцаря». «Толстого рыцаря» — это самая нетипичная опера Верды, без увертюры, открывается занавес, и мы попадаем к пьяным посетителям трактира, почти без арей, их заменяют монологи, с оживленными диалогами, перебранками и вульгарными фразочками. Такого количества руганий в устах прежних героев Верде невозможно и представить. Как нельзя вообразить, чтобы прежние герои пели про съеденных анчоусов, реалый нос алкоголика и поминали капустные кочерыжки как орудия убийства, музыка Фальстаффа — самый главный подарок. Она чрезвычайно живописна, полна вкусных деталей и пародийна одновременно, короткие интонации из Рассини и Моцарта и не только вкраплены в насмешку Верде над собственными штампами. Когда поют про царство своей утробы, то гудят фанфары — традиционный музыкальный признак королевских особ. Когда Фальстафф восклицает сам себе «давай», старый Джон Оркестр уходит в торжественно победный марш. Куски скороговорки сменяются размеренными песнями влюбленных духовые от Валтурн до Фаготов, то и дело источает сарказм, а струнный нарочит осладкий, вдобавок звук и изобразительность. Женские сплетни и мужской треп поддержаны оркестровым щебетанием и гвалтом. Перед носом героя трясут мешочком с монетами и соблазнительный звон идет из оркестровой ямы, местами оркестр хохочет. И декоративно рыдает, изображая нечто вроде традиционного оперного «ламента», «плача». Или еще более декоративно воспроизводит манерный старинный мадригал. Совсем смешно, когда полоумевшему от ревности мужу мерещится рост рогов на голове, а в партитуре идет звуковое «нарастание», или когда при словах «от семейных ус» слышны страшные инфернальные аккорды. Верди нарочно множат такие параллели «любовная линия», как всегда, неподдельно лирично. Она, как густой мед, проникает по капле в историю об имитации любви и гротеск разбавляется негой, как виски, содовой. Волшебная песня о феях, хоть их для героев не существует, тоже зачаровывает. Зритель, как и Фольстав, почти готов поверить, что радужные существа в вензелях из цветов танцуют в свете серебристой луны. Девятиголосные ансамбли, написанные Верды, так трудны для пения, что шутки в сторону. Впрочем, солисты Мариинского театра с этим справились. А дирижер Кристиан Кноп не то, чтобы потряс интерпретацией, у него все просто расставлено по местам, но певцам добротно не мешал. Итальянский режиссер Андреа де Роза и сценограф Симония Манинна разочаровали любителей концептов. У них совсем не режиссерская опера, соавторы устроили театральную игру на традиционном поворотном круге, что теперь считается почти неприличным. С одной стороны, затхлый кабак с бутылками и назойливыми шлюхами, там обитают люди социального дна, с другой – зеленая лужайка у стены усадьбы, место для прогулок, чистых горожан. Они еще и приподняты над кабаком, проживают как бы на верхнем этаже мироздания. Будет и финальная сцена в ночном парке, когда двухэтажную металлическую этажерку покроют дубовыми листами и облепят ряженными обывателями, прикинувшимися, по техе ради, вампирами, эльфами и феями. Нарочитость призраков прописана в либретто и именно поэтому тут не помешала бы пластика повыразительней, особенно в момент избиения взорвавшегося блудника. Когда в доме Форда слуги в черном расставляют ширмы и, по приказу господ, выбрасывают фальстафа в канаву из корзины с бельем, от господ тоже хотелось больше актерских откровений, когда происходит действие этого фальстафа, сказать трудно. Иные герои одеты, как персонажи сериала про Эркюля, Пуаро, другие, более старинно, горожане, обиженные толстяком, развлекаются маскарадной местью, нацепив на себя прозрачные крылья и красные очки вампиров. И бьют толпой одного, бьют лежачьего. Эти маленькие палачи с острыми когтями. В неразберихи кружатся вороватые приятели фальстафа, Бардолев, Василий Горшков и Пистоль, Юрий Власов, нервный моралист Фурд, Виктор Коротич, ласковые любовники Нанета, Ольга Пудова и Финтон, Александр Михайлов и троица кумушек, Алиса Фурд, Гелена Гаскарова, миссис Куйкли, Наталья Евстафьева и Мэг Пейдж, Екатерина Крапивина, а в центре воронки, фальстаф и Адем Умеров, напыщенный самодовольный циник, повеса и пьяница. Но и хитроватый простец, философствующий бродяга с сентенциями, о которых задумаешься, он жалок и обаятелен одновременно, как толстовский холстомер. Фальстаф схватил от жизни кусок не по зубам и получил в зубы. Режиссер Де Роза так и поставил спектакль о миссии неудачнику за нахальство, но этого мало, ведь опера на самом деле история про безосенчивых людей с обеих сторон. Можно подчеркнуть мисс виндзорских проказниц как превышение необходимой обороны. Оскорбленная добродетель распоясалась на защите устоев, так сделал Кирилл Серебренников в своем фальстафе, поставленном ранее в том же Мариинском театре. Его шутнеки быстро вошли во вкус и отступать не намерены. А что объект шуток – загнанная дичь для охотников, так это не важно. Изначально гнев то был праведный, а значит, все эти честные женщины, гордящиеся своей порядочностью и эти несгибаемые мужчины, хранители семейных ценностей, могут унижать виновного. Злоупотребляя чужим простодушием, Де Роза лишь подходит к этой грани, когда юмор перестает быть смешным и становится ужасным и останавливается на границе, едва на нее намекнув. Его больше волнует идея «Человек рожден шутом и все в мире – шутка». Об этом поют в финальной фуге все действующие лица. Но «Могучий взрыв веселья» и «Сверкающий фарс» – описание оперы из программки – был больше слышен в музыке Верды, чем увиден на сцене. Разве что рассуждение Фальстафа о нравственности «Может ли честь набить вам брюхо» звучали злободневно.